Законодательная среда Законодательная среда Законодательная среда В целом региона, правила жизни, не только населения, но и в целом вообще всех ветвей власти. То есть, конечно же, органы исполнительной власти работают сегодня по тем законам, которые пишутся у нас в региональном парламенте. И, конечно, как, наверное, верчайший образец того, чем занимается парламент, одно из его главных направлений, например, принятие областного бюджета. Бюджет это сборник норм основных направлений, по которым расходы определяются, доходы определяются. Все это как раз является тем основополагающим финансовым документом, по которому живет наш регион в течение года и определяем его на ближайшую трехлетку. Мы должны понимать, сколько у нас средств будет уходить на строительство тех же самых школ, на капитальный ремонт, на заработную плату, на социальные выплаты. Вместе с этим мы должны обязательно учитывать доходы. Но это вот как один из примеров того, чем занимается наш региональный парламент. Если говорить о глубинном смысле, то, конечно же, вся страна живет по Конституции. Соответственно, у нас на территории региона мы уточняем целый ряд положений Конституции, которые уже имеют, так сказать, региональные свои особенности. Это устав Омской области, который как раз был принят у нас на одном из первых заседаний законодательного собрания 30 лет назад. Вы длительное время работали с Владимиром Варнавским. Владимир Алексеевич был человеком незаурядным. Именно с его личностью во многом связана история становления законодательного собрания Омской области. Каким он вам запомнился? Что из его стиля работы вы взяли на собственное вооружение? Ну, прежде всего, наверное, конечно, необходимо отметить огромнейший опыт парламентской работы Владимира Алексеевича, потому что он имел опыт работы и в парламентских органах европейских, опыт работы в Совете Федерации. Конечно, это все накладывало большой отпечаток, в том числе и на те вещи, которые он пытался реализовать и реализовал у нас в нашем региональном парламенте. И на самом деле у нас такая известная, такая избитая, может быть, фраза, там, Государственная Дума не место для дискуссий, так вот у нас как раз с точностью наоборот. Омский наш региональный парламент, законодательное собрание Владимир Алексеевич, по-моему, с самого начала заложил эти основы. Это место для дискуссий. Это прежде всего. И тот демократичный стиль, который был заложен им, мы однозначно не то чтобы продолжать, но будем его развивать. И те тенденции, которые были заложены, связанные как раз с демократичностью этой, мы обязательно будем взвивать. Вне всякого сомнения для себя я подщипнул то, что, наверное, не было даже самого мельчайшего законопроекта, который мы принимали, чтобы в его суть, в его вину и уникал Валима Алексеевича. Естественно, конечно, это мы оставляем вне всякого сомнения тоже. Не только я, но и все наши коллеги. — Александр Васильевич, вот здесь вопрос. Сложно ли быть председателем? В чем ваша личная функция сегодня заключается? Понятно, что депутатский корпус подкидывает немало инициатив. Как вот здесь вы не теряетесь в потоке законодательной мысли? — Ну, здесь сразу же необходимо определить место спикера регионального парламента, да и, в принципе, вообще роль руководителей парламентов. Это равные среди равных. Это человек такой же депутат, как и все. Единственное, что он облечен полномочиями для того, чтобы организовать работу парламента. Все. На этом вот самая главная организующая роль. Вы правы на самом деле, потому что у нас парламент тоже имеет свою особенность. У нас небольшое количество депутатов работают на освобожденной основе. По абсолютному большинству региональных парламентов, мы, наверное, в числе, наверное, большого количества парламентов, где не очень много ребят работает, коллег моих работает на постоянной основе. Большая часть на неосвобожденной основе. Это руководители предприятий, это главные врачи. То есть у людей есть основное место работы, и, соответственно, депутатские полномочия, они исполняют параллельно со своими основными функциями. Это тоже накладывает свой отпечаток, поэтому аппарат законодательного собрания должен оказывать большое, в общем, содействие в работе наших коллег, кто работает на неосвобожденной основе. И роль свою, конечно, вижу в том, чтобы координировать деятельность наших коллег, организовывать эту работу. Где-то, может быть, и подсказывать друг другу, и мне подсказывают, я подсказываю. Поэтому, еще раз повторюсь, это организующая, координирующая роль. Игорь Владимирович Попов рассказывал о том, как важно находиться в контакте со своими избирателями, как важно проживать с ними на одном участке и сталкиваться с одними и теми же проблемами. Как вы поддерживаете связь с народом и общаетесь с амичами? Вы знаете, на самом деле, наверное, одно из главных направлений деятельности депутата, причем разного уровня, это может быть и сельского поселения, и городского, и районного уровня, и федерального уровня, и тем более регионального уровня, это работа с избирателями. Есть примеры, когда у нас мы проводим прием граждан, и у нас до 20 и более человек приходит на один прием. Приемы проводим мы регулярно на избирательных округах, в наших приемных, которые существуют у нас, и партийные приемные, и приемные законодательного собрания. Вот это одно из направлений. И второе, это, конечно же, встречи с избирателями. Встречи с избирателями тоже не носят самый разнообразный характер, этому могут быть какие-то мероприятия, связанные с какими-то юбилеями, там еще что-то. Здесь отдельно организуем встречи обязательно с избирателями и по отраслям, там отдельно с учителями, отдельно с представителями медицины, отдельно с ветеранами. Встречи проходят по территориальному принципу. Поэтому, полагаю, что напитываемся постоянно. Ну, естественно, конечно, индивидуальные встречи, которые проходят практически в ежедневном режиме у всех. И, естественно, конечно, мы получаем очень много информации, просто огромный идет объем информации по самым различным управлениям, которые мы затем реализуем в своей законотворческой деятельности. Как один из примеров, вот даже не знаю, вот назывался Игорь Владимировичем Поповым этот пример, самый крайне свежий пример, это соблюдение тишины на территории СНТ. Было очень много дискуссий, но, по всей видимости, конечно же, коль столько обращений, мы пришли к тому, что необходимо принимать такой закон. Большое количество людей проживает, стало у нас на территориях садоводческих товарищей. Да и, в принципе, возвращение идет на землю наших земляков, вот те, кто проживает в городе особенно. И, конечно же, эти нормы, которые действуют на территории города, они должны действовать на территории СНТ. Это вот как один из примеров, просто вот свежих. Вы многое пережили в политике и процессы, о которых сейчас вспоминают, вы видели их воочию. Если говорить о том, что конкретно вы наблюдали, как шло становление областного парламента, были ли какие-то возможные этапы, учились ли люди работать в таком органе, или же деление на периоды, оно искусственно? Вот вы даже немного ответили на свой вопрос, потому что учиться, по всей видимости... Никогда не поздно. Не то, что никогда не поздно, нужно просто постоянно, потому что жизнь меняется очень быстро. И если мы сравним там 30 лет назад даже состояние страны, вспомним с вами тот же самый 93-й год, там 94-й год, вот это одно, и 2023-й год это совершенно другое. Если мы бы остались в 93-м году или в 94-м году, вы понимаете, что это совершенно нереально, и это невозможно. Поэтому, естественно, конечно, постоянно идет и совершенствование законотворческой базы, законодательной базы. Вот законотворческий процесс, он просто перманентный характер несет. И вне всякого сомнения, конечно, этапы были. Этап становления, когда практически заново создавалась законодательная база, по которой сегодня живет и работает Омская область. Тот же самый устав, о чем мы говорили с вами, в Омской области, основной закон, по которому живет регион. Регламент, по которому работает законодательное собрание. Да вообще, в принципе, огромное количество законов, по которым являются сегодня базовыми. О выборах депутатов, о выборах губернатора. И вот этот целый ряд можно продолжать до бесконечности, сколько было законов принято. И на самом деле, совершенствование продолжается. Вот даже сейчас только что мы с вами говорили о законе о тишине. Ну, там 10-15 лет назад и речи не могло идти, но сегодня это крайне актуально. А какие еще вещи вот сейчас лежат на поверхности, о которых 10-15 лет назад мы не задумывались, но сейчас они уже настолько вышли на повестку дня, что не обращать на них внимания попросту невозможно. Ну, вы знаете, конечно, это болевые точки, которые сегодня волнуют людей. Вот те же самые дольщики. Да, они по большому счету, наверное, уже и 10-15 лет назад они появились. Просто сегодня это... Наболело. Наболело уже. И дальше уже откладывать этот вопрос нельзя. Его нужно по нему принимать целый ряд решений. Мы тоже готовим вот свои предложения и надеемся, что они позволят решать эту проблему. Вместе с этим тоже никак не можем обойти стороной тоже такая вот тема, которая сегодня, наверное, становится во главу угла. Это президентом Владимиром Владимировичем Путиным этот год был объявлен годом семьи. Вот и речь идет в том числе по целому ряду направлений, которым нужно придется принимать нам. Необходимо будет принимать решение. Это по поддержке многодетных семей. В целом уделим большое внимание семейной политике. Вот. То есть такой набор, он идет и идет и идет постоянно, потому что, еще раз повторюсь, жизнь не стоит на месте. Отдел минувших... И не могу еще одну вещь не сказать. Конечно, Виталий Павлович Махаценко сейчас губернатором нашего региона ставит задачи по привлечению инвестиций. Вот. И большое количество законопроектов будет приниматься с целью привлечения как раз инвесторов на территорию нашего региона. Отдел минувших, если переходим к современности, то как сейчас строится работа заксобрания, это заседания, это комитеты? Все же сообщество людей в большинстве своем самодостаточное. Вы сказали, это и директора предприятий, это главные врачи. Они со своими взглядами на жизнь и политическими пристрастиями. Вот как здесь вы взаимодействуете? Вы знаете, вот за эти годы, вот мы возвращаясь к роли Владимира Васильевича Варнавского, за эти годы сложились определенные нормы в прикорпоративной этике, я бы даже нормы внутрикорпоративной этике, я бы даже применил бы, может быть, вот этот термин здесь. И больших вопросов сегодня уже не возникает. Каждый председатель комитета, каждый депутат, каждый заместитель председателя комитета, руководитель фракции, каждый знает определенный свой круг обязанностей, по которому он должен работать. И как бы больших вопросов сегодня даже уже и не возникает. Это заслуга и предыдущих созывов депутатского корпуса, и первый созыв, который первую пятилетку еще отработал. Все это закладывалось не сегодня. Все это закладывалось раньше, нам, конечно, сегодня работать намного проще. Поэтому здесь больших проблем у нас не возникает. Но действительно, в пору становления любой организации она испытывает периоды турбулентности, однако сейчас мы живем в тот исторический момент и период, когда у нас появились общие цели и задачи. И в результате этого можно ли говорить, что и работа ЗАГС-собрания стала сегодня более целенаправленной? Вне всякого сомнения, можно сегодня констатировать тот факт, что по целому ряду тех же самых законов, по ряду направлений, по которым мы сегодня работаем, у нас точки соприкосновения, независимо от того, кто к какой партии принадлежит, кто каких взглядов придерживается, у нас общий взгляд. Вот и при принятии того же самого бюджета мы вместе с нашими коллегами из других фракций, из разных фракций мы обсуждаем основные направления и приходим к консенсусу, потому что на самом деле мы взвешиваем, что у нас есть в руках, сколько у нас денег есть, как их потратить, на что в первую очередь потратить, или там, допустим, на приобретение тех же самых лекарств для онкобольных, которые требуют лечения средств. То есть по целому ряду направлений находим консенсус. И вне всякого сомнения, конечно, ситуация, которая сегодня складывается вокруг нашей страны, вот, и мы не делим сегодня там, кто принадлежит к одной фракции, кто другой. Для нас, конечно, сегодня очень важно это единение общества, это сплочение вокруг президента, сплочение вокруг верховного главнокомандующего, для того, чтобы нам сегодня выйти из той ситуации, которую пытаются нас сегодня поставить наши «товарищи» в кавычках. И очень надеемся, что мы придем к тому, что мы и стояли уже, мы с колен поднялись, и на колени нас никто не поставит. Поэтому здесь мы объединены. Фракционная борьба с появлением общих целей, она действительно ослабевает. Это факт, например, когда речь еще заходит о мерах поддержки бойцов СВО, членов их семей, наверняка особых разногласий среди депутатов нет. Но есть ли такое же единство по другим важным социальным вопросам? Вы знаете, я бы, наверное, с вами бы здесь даже, наверное, и согласился, потому что есть моменты, когда хочется очень много помочь той или иной отрасли, той или иной группе людей. Вместе с этим мы должны, конечно, учитывать и нашу доходную базу. К глубокому сожалению, не на все хватает средств. Вот почему и говорит губернатор сегодня о том, что нам нужно увеличивать доходную базу. Мы увеличиваем доходную базу, соответственно, у нас появляется, больше вариантов для того, чтобы мы могли тратить средства свои. Вот для того, чтобы увеличить доходную базу, мы опять возвращаемся к тому, что нам нужны инвесторы, нам нужны вложения в нашу экономику. Будут вложения, будет появление увеличения доходной базы, соответственно, конечно, мы сможем удовлетворять больше потребностей. Вот, может быть, здесь у нас есть расхождение, в основном только в этом. На ваш личный взгляд, инвестиционный климат в Омской области в ближайшие годы, в каких сферах он может быть улучшен и за счет чего как раз привлечь те самые новые средства в регион? Ну, я сразу могу сказать, что это, прежде всего, наверное, инфраструктура, которая у нас все-таки в какой-то мере, наверное, до конца, до того, скажем так, до того уровня, который бы соответствовал двухмиллионной области, он не развит. Инфраструктура не развита. Вот, наверное, здесь. Вот это первое. Второе. Вне всякого сомнения получает свое развитие машиностроительный комплекс. Здесь вложения. Они и идут сейчас, увеличивают в соответствии с ситуацией, это в том числе и оборонно-промышленный комплекс, который тоже за собой вытягивает целый ряд направлений по машиностроению. Вот. И, конечно же, нефтехимия. Это вне всякого сомнения. Не так давно президент нашей страны Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Вы были на этом мероприятии, стали его свидетелем. Какое значение имеет это обращение? Что лично для вас стало наиболее важным в нем? Вы знаете, даже с одной стороны очень легко ответить на этот вопрос, с другой стороны, наверное, и сложно. Легко, потому что можно сказать о том, что да, это на 6 лет нам определены в этом послании основные направления развития страны. С другой стороны, очень сложно, потому что послание было очень объемным. В послании очень много направлений. И хочется, если сейчас мы начнем говорить о послании, то, конечно же, это займет, наверное, даже, может быть, и не один час. Потому что хочется сказать о основных направлениях этого послания, еще раз заострить внимание на том, что какую роль вообще те посылы, которые были изложены в этом послании, сыграют для нашего региона. Там практически можно начинать с первых слов Владимира Владимировича президента и до самых последних там абзацев его выступления. Везде это касается нашего Омского региона. И вот губернатором Омской области Виталием Павловичем Хаценко уже было проведено первое совещание, очень большое, с участием всех министерств, с участием депутатского корпуса по основным направлениям реализации этого послания. Вот у нас мы можем начинать вот как раз то, о чем с вами говорили, с инфраструктуры. Там, по-моему, 4,5 миллиона, триллиона рублей заложено на реконструкцию инфраструктуры ЖКХ. Это, естественно, конечно, то, о чем мы всегда говорим. Вот вам и нынешние наши аварии на ТГК-11, вот нам наши трубы, вот нам наши водоснабжения, и вот пошло, пошло, пошло. Буквально всего там 2-3 фразы, но их нужно будет, конечно, раскручивать и в преломлении к нашему региону. Мы говорим о том, что президент сказал о развитии дорожной сети. Он сказал о том, что мы доходим до Екатеринбурга уже в 2025 году. Следующий – это Омск. Вот, то есть трасса, которая будет идти, современная трасса, которая пойдет через всю страну, в том числе будет затрагивать и нас. Далее, там берем направление по аэропортам. 250 миллиардов на аэропорты было Владимир Владимировичем сказано. Конечно же, это Омский аэропорт Федоровка, о чем как раз в ближайшие дни решения будут приниматься по нему. Если мы говорим там по капитальному ремонту школ, то, естественно, конечно, это мы. Сегодня у нас 109 школ стоит на очереди. До 2030 года поставлена задача в основном завершить капитальный ремонт. То есть для нас это просто грандиозная задача для региона. При реализации вот этого послания. Предстоит большая работа, огромная, грандиозная. Я уже говорил об этом после послания сразу же в интервью. Потому что грандиозная работа. Но то, на что нацелен губернатор и его команда, мы все вместе, депутатский корпус, намерены на то, чтобы мы приняли самое активное участие. Вот уже буквально в ближайшие дни тут уже не секрет о том, что будет у нас и министр науки высшего образования. Буквально вот завтра-послезавтра и будет вопрос решаться опять-таки по целому ряду направлений, связанных с высшим образованием. Помните, там, Владимир Владимирович, была озвучена цифра по ремонту общежитий, которых у нас тоже большое количество в вузах. Это один момент. Второй момент. До 40 увеличивается количество кампусов, студенческих городков, которые будут построены. Это тоже будет решаться. По целому ряду направлений и связанных с заработной платой. Там это отдельное просто направление, о котором тоже можно долго говорить. Начиная с того, что вот уже с 1 марта у нас будут добавлены выплаты до 10 тысяч, увеличенные классным руководителем, кто был в сельских школах и в малых городах у нас до 10 тысяч. То есть это вот очень много направлений. Вот, естественно, конечно, очень важно то, что Владимир Владимирович в своем выступлении, конечно, уделил большое внимание вопросам специальной военной операции. И даже, может быть, я бы не на это обратил внимание, а обратил внимание на другое, о том, что с 1 марта у нас начинает действовать кадровая программа «Время героев». То есть президент задумывается о том, что после окончания будет. Специальная военная операция. Как применить опыт этих людей? Да. Ребята, конечно, очень прошли огонь и воду. И там, наверное, на самом деле это будущее нашей национальной элиты. И, конечно, надо, ребят, и помочь, и твердо стать на ноги после завершения службы, и помочь им встроиться в систему управления, потому что своим примером они доказали, что они преданы государству, что они настоящие государственники. Вот, наверное, вот это. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о том, что появляются новые у нас национальные проекты. Это и семья, то, о чем мы с вами уже говорили по поводу важности того, чтобы поддержать сегодня семью. Это и продолжительная активная жизнь. Мы должны увеличить на пять лет за ближайшее количество, вот за ближайшее время, 30-го года, продолжительность жизни. Молодежь России. Это тоже очень важно, конечно, для нас, потому что сегодня молодое поколение. помогать тоже твердо, чтобы тоже, чтобы твердо становились на ноги. Вот, и по экономике, по цифровизации экономики. То есть большое количество направлений, еще раз повторюсь, и по которым нам предстоит большая работа. В связи с новыми национальными проектами про молодежь, мне очень интересно вас спросить. За вашими плечами огромнейший трудовой путь, и лично мне симпатизирует то, что вы начали его простым слесарем в детском саду города Тары. Сегодняшняя молодежь, напротив, сразу же стремится занять важные посты, получить громкие должности. Правильно ли это? Тенденция ли нашего времени? Как вы к этому относитесь? Двояко отношусь. В связи с тем, что, конечно, я из советских времен и хотелось бы, чтобы там, как мы всегда говорили, была за спиной большая жизненная школа. Взять того же самого Владимира Сеевича Варнавского. Он тоже начинал там и со слесаря, и прошел все этапы. Но сегодня 21 век, и, конечно же, очень сложно, наверное, применять. Шаблоны, я бы так назвал, наверное, из 20 века, они, может быть, наверное, уже неприменимы в 21 веке. И сегодня, когда у ребят, на самом деле, прекрасное образование получает, и возможность использовать те же самые современные технологии, может быть, и не всегда это необходимо. Вопрос другой о том, что человеческие отношения, они, конечно, все-таки требуют некого поточеловеческого общения. Вот это, наверное, необходимо. Работа в трудовых коллективах, обязательно, мне кажется, вот это нужно. Но это, я думаю, это все наживное. Вот главное все-таки сегодня для молодежи, это получить хорошие стартовые капиталы в виде хорошего образования. Независимо, будь это высшее образование, будь это специальные какие-то среднеобразовательные учреждения, колледжи. В случае это необходимо. Как правильно сегодня вы встроите эту работу по ходу реализации тех положений и предложений и новых национальных проектов, которые озвучены на ближайшие 6 лет? Вы уже выстраивали какую-то, может быть, дорожную карту? Либо же все эти проблемы, они должны решаться комплексно, независимо одной от другой? Сразу могу сказать, что, конечно, принимаются решения по реализации послания на самых разных уровнях. Начиная от самого Верхнего, это будет и Государственный Дума, и Совет Федерации, и правительство Российской Федерации. Соответственно, на региональном уровне приниматься такие решения будут и правительством Омской области. Во главе с губернатором они работу уже эту начали. Соответственно, мы принимаем участие в этой работе. И у законодательного собрания тоже будет свои направления, по которым необходимо будет принимать решения на региональном уровне. Там по тому же самому положению, потому что сегодня уже работа эта началась. И президент озвучил в своем послании, там целый раздел был посвящен реформе системы налогообложения. Вне всякого сомнения, региональный парламент тоже будет принимать в этом участие. Вот так же, как и по остальным направлениям. Значит ли это, что рассматривается такая перспектива, когда богатые платят в бюджет больше, бедные меньше? Или же нет? Или дифференциации здесь речи не идет? Нет, дифференциация, вне всякого сомнения, она уже сегодня присутствует, потому что мы знаем о том, что прибыло принято решение у тех, у кого доход свыше 5 миллионов, там несколько другая шкала по налогообложению. Здесь то же самое. Я думаю, что работа в этом направлении будет продолжена. Не всякого сомнения. Что еще раз повторюсь, жизнь на месте не стоит, и я думаю, что система будет меняться. Пока сложно сказать, в каких объемах. Вот она будет касаться не только физических лиц, это будет касаться и юридических лиц. Я думаю, стоит немножко подождать, и в ближайшие, наверное, месяцы мы поймем основные направления работы по изменению системы налогообложения. То есть если нужно подождать, я думаю, мы узнаем об этом. Так называемый налог о роскоши, вы его проанонсируете? Ну, я думаю, да, конечно же. Там налог, может быть, даже больше не налог о роскоши, вот как раз то, о чем мы говорим, прогрессивная шкала будет изменяться, и будет, по всей видимости, изменения большие по налогообложению, связанные с юридических лиц. Президент тоже в своем же послании уделил очень много внимания малому и среднему предпринимателю, малому и среднему бизнесу. В том же самом Китае у нас 65% практически производства это малые предприятия. Поэтому, конечно, видимо, будет и облегчение для налогообложения для малых и средних предприятий. В завершение нашей беседы, Александр Васильевич, отдел государственных к досугу. Я знаю, что вы увлекаетесь лыжами, и нынешний зимний сезон в Омске выдался щедрым на горы снега. Как отдыхает председатель ЗАГС Собрания Омской области? Удается ли время от времени покататься? Вы знаете, наверное, ничем особо не отличаясь от других амичей, в свободное время летом велосипед, зимой лыжи, конечно, хотелось бы чаще, но как-то не слишком много времени сейчас остается на это. Но, тем не менее, я думаю, что, как выразился президент по поводу лыж, я думаю, что лыжи, наверное, не только актуальны сегодня для Сибири, они актуальны для Европы, потому что снега в европейской части нашей страны. Лыжи, наверное, наш сибирский вид спорта. Я думаю, что это лучше всего и возможность продышаться, и возможность подумать, и возможность размяться. Все это, я думаю, часа, полутора, два-три раза в неделю вполне достаточно, для того, чтобы держать себя в физической форме. Депутатов заставляете заниматься спортом? Депутаты у нас занимаются регулярно спортом, и абсолютное большинство приезженцев здорового образа жизни, я думаю, что это как раз вот занятия спортом дают возможность поддерживать свою форму, в том числе и депутатскую. Александр Васильевич, спасибо, что согласились на это интервью, что пришли к нам в гости. Желаем вам успехов в законотворческой деятельности, и чтобы Омская область сияла как можно ярче на карте России. Я полагаю, что у нас вот три дня остается до начала выборов, и вторник у нас сегодня, среда, четверг, пятницу, субботу, воскресенье, я все-таки призываю всех наших амичей прийти на избирательные участки и принять участие в выборах президента Российской Федерации, определив тот курс, который мы будем вести в ближайшие шесть лет. Курс у нас определен, я думаю, что мы его поддержим. Непременно. У нас в гостях был председатель законодательного собрания Омской области. Александр Артемов, Алексей Попов прощается. С вами Далина Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова